Зимняшки пацаны, решил еще вдогонку записать FIFA World, потому что завтра я до пятницы уезжаю на дачу, да и тем более многие просили снять по FIFA ролик, хотя тут нечего записывать, потому что я тогда, когда играл с третьего дивизиона, вылетел по своей тупости, потом сразу же в четвертом выиграл, и сейчас опять же по своей тупости и навесу дрочеров. Походу опять не пройду дальше, лишь бы удержаться в третьем дивизионе. Из новостей, ну, купил Ван Перси, продал этого, как я там его, Маскерано, да, то бишь Маскерано, продал его, купил Ван Перси, и тот чувак мне еще немножечко монет подогнал, с кем я тогда в Агера играл, найти бы еще тебя. Ну, короче, в прошлых сериях я играл в Агер, да, вот, да, он мне подогнал, я купил еще и Руни, потом я начал карточки всякие покупать, чтоб, ну, типа, тактику, сыгранность у них... Так, стоп, выйди, закройся, закройся. Карточки покупал, чтоб они тактику понимали, да, ну, чтоб немножко улучшить состав. Ну, все равно, даже с такими игроками, как Руни и Ван Перси, играют они не так, как те же самые из российской моей премьер-лиги, да, бойцы. В общем, как-то так. Давно я уже не играл в FIFA, поэтому я не знаю сейчас, как я проведу матчи, думаю, что это будет очень хреново, тем более сейчас под Пиванским тут. Такие дела, моралфаги, убивайте меня теперь, давайте. Играл я очень паршиво, как видите, даже пришлось один раз ливнуть, что я, в принципе, не делаю, но меня бомбануло, потому что мне 4-0 сделали. Просто в первом тайме 4-0 меня так бомбануло, что я вылетел, ой, вышел из игры, ливнул и не заходил уже в игру сколько же, наверное, 3-4, да неделю, наверное, уже не заходил в FIFA World. Хреново знает, сколько же времени прошло. Ай, да, кстати, пока не забыл, я хочу сказать по поводу заявок в друзья, которые мне очень много добавляют. Постоянно захожу в Origin, там всегда по 6 заявок, которые надо принять. Но у меня такая проблема, она у меня еще началась, когда я в Battlefield рубился, ну, естественно, не на записи, но люди знали, что я в Battlefield рубился, ко мне присоединялись. В общем, у меня Origin переполнен друзьями, и поэтому приходится каждый день постоянно удалять тех, кто у меня уже есть, и добавлять новых. И сейчас опять там 6 заявок, я даже уже не знаю, что с этим делать. Простите меня, кого я удалил, там, добавляйте заново, если есть такие. Но я стараюсь старые контакты удалять, которые уже давно, уже там, умерли. Ну, по крайней мере, так и стараюсь это делать. Но все равно могу кого-то случайно удалить, так что не обижайтесь, если я вас удалил. Не знаю, что я, типа, там, звездился, там, все дела, там, у меня как бы... Господи, добавляйте, добавляйте, я всех добавляю. Но из-за того, что Origin такая у ее система, да, то есть Steam и топ больше принимает заявок, чем Origin, поэтому приходится такой херней заниматься каждый день. Удалять, добавлять новых, там, каждый день по 6, там, по 7 заявок всегда приходят, и с этим я ничего поделать не могу, уж извините. Ладно. Хватит болтать, давайте сыграем матчик, парочку, посмотрим, как пойдет. Хотя я не уверен, что сейчас пойдет вообще нормально. Как я уже говорил, давно не играл. Под Пиванским сейчас еще, поэтому... Что будет, то будет. Ладно, похер. Я уже ни на что не рассчитываю, просто сыграю в свое удовольствие сейчас. А зато на дачу умотаю. Ай, класс. Классно. Да. До пятницы где-то так. Да, нашел. Я уж хотел сказать, опять что ли запись вырубать. Ой, Арсенал. Не, ну давай тогда... Конечно, я не люблю вот так вот, когда у меня состав Манчестер, я играю с манчестерской формой, а когда состав российских моих, да, премьер-лиги, я Спартак вырубаю. Ну что ж, французы. Все практически французы. Бензима, Бензима, Кабай, Эвра, Варан, блин, еще, Бренарфа, классно. И у него очень много побед и меньше поражений. То есть меня сейчас будут драть. А такие составы спокойно меня надерут. И такие опытные игроки тебе... Извиняюсь, тем более. Так что сейчас будет очень весело. Тем более на пьяного Хиксу. На пьяного Хиксу, который давно не играл. Пытаться победить, это очень легко. Ой, ё-моё, я уже отвык немножечко даже. Ё-моё. Ой, ё-ё-ёй. Слушайте, а может я зря начал записывать, потому что что-то я как-то себя неуверенно чувствую. Хотя, не знаю, посмотрим. Да, состав с Руни и с... Ван Перси не такой силен, как мне хотелось бы. А, мяч ещё и ушёл. Так, я у себя потише сделаю, а то я себя не слышу. Да, колонки, наушники. А то я буду себя сейчас перекрикивать. У вас опять будет в микрофоне это... Хотя я уже сделал этот как его... Ну, типа эту штуку, да, чтобы не особо так сильно было слышно. Но мочалку типа переделать к своему этому микрофону. Но всё равно. Так. И мне, кстати, опять, как вы заметили сейчас только что, как и я сейчас заметил, пропала, опять баганула игра. Тут опять обновление вышло. Но всё равно, как видите, это не помогает, потому что я не вижу ни счёт, никакие игроки у меня сейчас. Я могу только по памяти запоминать, какие и по лицам. По лицам, которые... Они... Которые не очень похожи на реальных футболистов. Вот что интересно. Так, навесы, да? Ну, навесы, естественно, да. Да, пошли навесы. С чем я вас и поздравляю, да? Как и комментаторы эти говорят. Ливень. С чем я вас и поздравляю? Ну, то же самое навесы. Так, я тут вообще какую-то полную ахинею творю. Сейчас, в принципе, меня забьют за это. Если я так и дальше буду в обороне играть. Да, давно не играл. И это чувствуется, когда ты не играешь несколько дней. Это уже, как говорится, FIFA это такая игра. Если ты в неё задротишь, надо задротить до конца, чтобы играть хорошо. И не стоит не играть в неё несколько дней. Ну что, гол будет? Пенальти, кстати, нет? Ну, там, конечно, чистая была, но такой момент запоганил. Так, я не вижу. Я не вижу радар. Я не вижу, кому пасуют. И вот это вот очень, опять же говорю, не весело. И меня сейчас гол забьёт. Забьёт мне всё-таки гол, да. Бензима. Ну, я на другое не рассчитывал. Чувак, у него побед слишком много. Поэтому, естественно, этот матч я буду сливать. Да мне похер, господи. Проигрываю, проигрываю. Только, пожалуйста, повторно не смотри. Спасибо тебе на этом. Господи. Господи, что с ты делаешь-то в антерсе? Ты же ван Перси был, да? Ван Персик ты мой. Да, состав всё-таки этот не такой мне. Он не радует. Всё так же продолжает. Хоть у него там и 100% сыгранности было, как вы видели, да. Но он меня всё продолжает так же не радовать. Меня больше радует. Ру не пробил. Радует как раз вот это из российской лиги. Мои. Бесты. Так называемые. Они всё продолжают варить. Кстати, да, да, да. Я хотел сказать, что я ещё Акинфеева купил, да. Потому что Габулов меня в последних тех матчах, когда я в третьем ещё дивизионе был, совсем не радовал. Я до последнего не хотел покупать Акинфеева. Но это самый лучший вратарь здесь из российских, который представлен. Поэтому мне пришлось его купить. Но я бы тем временем создаю тут моменты. А Акинфеев это самая последняя вещь, что я хотел вообще купить в этой жизни. Но мне пришлось это сделать. Потом, сейчас вот после этого состава сыграем своими опять бестами. Так называемыми. Хотя я не рассчитываю сегодня, что я вообще хоть один матч выиграю. Я сейчас не в том состоянии. И не в том, как говорится, боевом духе. Но здесь, да. Ну, навес, навес, навес. Не, смотрите, до последнего не стал вешать. Странно. Но, видимо, он знал, что я ожидал, что он будет вешать. Я не вижу, куда пасую. Вот это самое противное. Ладно, буду забросы делать, посрать. Я не вижу. Вообще не вижу. Это так бесит. Я не вижу, какая минута. Я, по-моему, уже багетил по этому поводу. Но это охрененно, короче. Все равно. Так, здесь у нас еще нарушение было. Но судья дал поиграть. И да, вот он сейчас сорвал нашу атаку. Если я бы знал, какое время, я бы подготовился бы к этому. Ну что ж, 1-0 лечу. В принципе. Ну, не по счету, наверное, опять же, игра. Потому что, да, у меня моменты были. Причем такие неплохие моменты были. И там еще пенальти, которые могли назначить. Спорный момент достаточно был. Ах, это ж такие дела, пацанята, пацаны. Вылетаю я опять из третьего дивизиона. Ну и хреба с ней, господи. И в четвертом неплохо. Там хотя бы можно расслабиться немножко. А в четвертом всякие навесодрочеры. Ой, а в третьем всякие навесодрочеры. Игроки, которые донатят неплохо. Потому что частенько попадались всякими зелеными там карточками, с черными там. Какие еще синие карточки. Какие там еще карточки есть. Эти типа информы или как они там называются. Надо будет потом выпускать свой русский все-таки состав. И давить именно гандикапом. Потому что я больше всего уверен, что именно вот этот состав из российской лиги. Он давит не из-за того, что там игроки такие охрененные. А давит тем, что срабатывает гандикап. Кто не знает, что такое гандикап. Это когда FIFA заведомо слабой команде дает преимущество. А сильной команде она начинает тупить. То есть это скрипт FIFA. Уже всем давно известный. Как говорится, это баг, не баг. Хрен его знает. Специально так сделали. Ну в общем FIFA она настолько несовершенна. Насколько вообще несовершенен футбол. Я даже так скажу. Хотя это глупо звучит. Так, ну здесь может все-таки наконец-то момент получиться. Нас тут грубо просто оттесняет от мяча. И Руни попытался сейчас побороться. Но я даже вообще уже на игру толком внимания сейчас не обращаюсь. Честно. Я тут все равно проиграл. Поэтому. Ну в принципе надо все равно бороться до конца. Я это понимаю. Главное, чтобы еще не пропустить. В общем будем давить следующий матч гандикапом. Потому что это явно оно и есть. Потому что вот. Сильный состав вроде как Манчестер. Да. Но все равно играет паршиво. Ну на ней давай. На ней. Это был на ней. Я сразу же его узнал. Даже без всяких там подсказок внизу. Хорошая была комбинация. В принципе можно еще попытаться закомбечить. Если я сейчас еще забью. И еще. Но это будет камбек. Это я объясняю тем, кто не знает это. Потому что я сам недавно начал интересоваться. Смотреть всякие ролики. Русских фиферов. Знаю есть что такое. Товарищ Акул. Навеса Дерочер. Всея Руси. Как он себя называет. Креатив Семплей. Или как он там еще. Тоже смотрю. Сейчас. Еще там кого-то я помню. Смотрю. Я сейчас уже не вспомню. На пьяную голову свою. Но мне гол еще сейчас забьет. Да. Насри. Насрал нам. Камбек. Полностью насрал нам все. Всю игру. Да хея. Вообще мне не нравится в последнее время. Творит полную ахинею. Но заменить его некем. Конечно же можно попытаться собрать сборную солянку из английской лиги. Да там. Понакупать там всяких игроков. То есть не чисто Манчестер. Может быть тогда игра пойдет. Ну оставить естественно Ван Перси. Оставить Руни. Но только поменять полностью весь состав. Сделать такой более. Ну это как. Не гибрид конечно. Гибрид я дал маху. Когда назвал свою русскую команду гибридом. Это ни капельки не гибрид. Гибрид это когда из разной страны. Там. Когда хемистри. Там. Есть красные полоски. Это эти химия. Ну что ж. Я еще сейчас один пропущу гол. Да. Но меня тут делают просто. Я даже не бомблю по этому поводу. Потому что я по делу сейчас проигрываю. Соперник сильный. Если в начале он на весу дрочил. То сейчас он хотя бы. Как говорится. Включил мозг. 4-1. Ух ты емое. Я думал 3-1. А уже 4-1. Надо попытаться гол забить. Хотя бы. Гол престижа. Там. И хрен его знает. Как еще. Ну тут вообще никто не открывается. Толком. Некому пасовать. Меня тут еще отнимают. Ван Перси. Да. Провальный полностью матч. Я не вижу какое время сейчас. Если следующий матч такая же будет херня. То тогда я не знаю. Ориджин. Ой. То есть. FIFA World опять заглючил. Ну. Тянет уже время. Потому что. Да. Да. Ну что ж. 4-1. Хороший матч. Хорошая победа. И мне бы хотя бы остаться. В третьем дивизионе. Я уже на большее не рассчитываю. Как бы. Я понимаю что. Все жопа. Все накрылось. По одному месту. Да. Продолжая так же проигрывать. Классно. Но моменты у нас были. Моменты у нас были. Но толк вот от этих моментов. Ну что ж. Ставим тогда. Стоп. Игра. Не лагай. Она еще любит так лагать. Я просто в шоке. Меняем состав на. На моих вот этих молодцов. Которые не сосут концы. Которые молодцы. На самом деле. Но иногда все равно выдворяют такую херню. Что хочется вешаться просто. Ну по крайней мере это. Ват. Вот что сейчас это было. Не поменяется же. У тебя броня поменялась. Так. Уходите. Манчестер. Что-то вообще как-то не радует. Такие сильные игроки. А. Играют паршиво. Такая сыгранность у них охрененная. Играют. Продолжают так же играть паршиво. Это меня совсем не радует. Вот то ли дело вот эти вот товарищи. Да что ты полагаешь. Господи. Как мне. Исправили мы там. Сделали стабильную игру. Не. Я конечно понимаю что. Что я жалуюсь. Это бесплатная игра. Поэтому. Что я жалуюсь конечно. Но все равно. Если уж вы делаете эту игру. Так давайте делайте ее нормально. Блин. Хотя опять же я наглею. Потому что. Она все таки бесплатная. Надо тоже это. Во внимание. Как говорится ставить. И Акинфеев. До последнего не хотел его покупать. Искал. Малафеева даже хотел купить. Но. Мне пришлось купить Акинфеева. Потому что. Не люблю я. Ненавижу Акинфеева. Может меня хоть в комментариях убить. Ненавижу я гребаного Акинфеева. Такое чмо. Уж извините меня пожалуйста еще раз. За ЦСКА. Ну я просто у меня бомбит от него. Вообще. Просто бомбит. Как он в жизни играет. Блин. Пропускает. Блин. Глупые моменты. Я уже не раз говорил. В своем прохождении за ЦСКА. Что вбейте в ютубе. Сколько он. Блин. Глупых голов. Просто глупые голы Акинфеева. Вы охереете сколько их. Причем он может довольно таки. Такие неплохие моменты тащить. Но. Блин. Вот это конечно весело. Надо было состав Манчестера выпускать. Вау. Вау. Вы видите это да? Побед сколько. И поражений. Чех на ворота. Ой. Ёпт. Хесус Навас. Который я на ворот расставил. Ха-ха-ха. В прошлых сериях. Хул. Блин. Компании. Фернандо. Блин. Хазар. Агуэра. Блин. Да все. Мне пизда просто. В этой серии я буду только проигрывать. Ну да ладно. Господи. Я же говорю. Мне как-то все равно. Но вылечу в четвертый. Но из четвертого даже если вылечу в пятый. Господи. Мне главное больше всего доставляет удовольствие именно сама игра. Мне не важно в каком я дивизионе нахожусь. Мне интересно сам процесс как говорится играть с живыми людьми. А не с четвертыми компьютерами. Которые на девяностой минуте врубают Барселону. И давай тебя там просто насиловать по несколько голов. Так ладно. Я что-то совсем заболтался. Сейчас еще гол пропущу. Но здесь Акинфеев справляется. Не. Ну кстати. Я вот сейчас говорю что Акинфеев Акинфеев. А в игре он тащит. В игре он тащит. Но не в жизни. В игре-то он может тащит. Но не в жизни. Так. Ну я совсем что-то тут. Расслабился. Можно так сказать. Меня тут уже на ложных замахах делают. Еще и перекладина. Что сейчас было вообще. Товарищ Акинфеев. Да что такое-то. Блин. Гикс. Соберись. Что за херня. Что за балет ты сейчас показываешь. А конечно понимает ты несколько дней не играл. Но это не значит что надо играть как дно просто. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще-то это не считается как нарушением. Да. Классно. Там в принципе неплохо он его положил. Так. Здесь пас не прошел. Надо наказывать чувака. Наказывать. За то что он так играет. Со мной. С самым великим фифером блин на свете. Гиксом блин. Поняли? Поняли как я. Да. Кстати. У всех бомбануло от последней моей серии. Как-то под названием бомбалейло. То что я так себя нагло веду. Ну я в принципе так оно и ожидал. Что так оно и будет. Так. Надо попытаться чтобы он положение вне игры дал пас. Но нет. Он сумничал. Вот это вообще сейчас я все. Я думал что все. Сейчас просто забомблю нахрен. Попытаемся забросами. Нет. Нас тут удерживают. Классно. Хорошая игра. Не. Но у него. Это сильный игрок. Это самый сильный игрок. Который я встречал. Столько побед. И столько мало поражений. У меня еще не было даже вне записи. Когда я не на записи играл. Это реально сейчас самый сильный на игру. С кем я играю. Судя по победам. Да и по игре тоже. Он дает мне тут уже просраться. Я даже одного момента по воротам пробить сейчас не могу. Все. Все происходит у моих ворот. Все моменты. Ну то еще можно конечно учесть. Что я уже немножко нетрезвый. Ну да ладно. Все равно. Это не умаляет того факта. Что соперник попался. В принципе серьезно. И кстати да. Я только сейчас заметил. Что работает таблица. Да. Я такой внимательный. Так. Здесь можем вывести мусу. И попытаться пробить. Да. Чех не справился. Но наверное сейчас у чувака забомбило. Хорошая комбинация. Отличный гол. Муса. Как всегда. I love you guys. Нет. Boy. Guy. Короче гей. Нет. Не гей. Люблю короче его. Хороший чувак. Ну и нам тут сразу же забивают. Я заболтался. Признавался тут в любви. Ну в принципе по делу я пропустил. Потому что. Гол давно у меня назревал. А у меня был только один момент. Один удар поворотами. Сразу же гол. Это прикиньте чеху. Сразу же забить гол. С одного. С одного момента. Это ж. Я не представляю как у него бомбило. Но бомбило у него недолго. Потому что он сразу отбомбил меня. Что-то много как-то я слов бомбил. Сказал уже. Так здесь. Слишком слабо нажал. Палец соскочил с кнопки. Поэтому слабо удалось сдать. Сука. Ди сюда сука. Ди сюда сука. Не я спокоен. Я спокоен. Все нормально. Я вылетаю из третьего дивизиона. Третий дивизион это еще пока не мой. Да у меня один удар и один сразу же гол. А у него один удар в створ. Хотя до этого штанги были. Перекладины. Ой. Так. Надо собраться. Надо собраться. Я как прям в первой серии. Под пивко. Сижу тут. Расслабляюсь. Мне как бы вообще нормально. Мне нормально короче пацаны. Мне вообще похеру. Здесь нет. Не дал заброс сделать. Я уже даже готов сейчас против него забросами играть. Потому что я вообще ничего создать не могу толком. Но однако же этот состав как видите он больше сопротивляется. Чем MU состав. Как ни странно. Опять же Гандикап сейчас играет мою роль. То есть слабый состав против сильного состава. И комп FIFA дает неплохие такие плюшки у меня. Преимущество. Потому что ну реально пасы намного опаснее чем состав MU. Такие дела. Такая FIFA. Привыкайте. Так от кого? От меня? Да ладно. Ну мне хотя бы с ним в ничейку сыграть. Я даже рад буду с ним в ничейку сыграть. Потому что реально соперник очень потный. Очень потный соперник. Так здесь в принципе неплохо может получиться. MUSA опять на позиции. Зачем-то в падении пробил. Давай еще Денисов. Денисов. У него в принципе не такие хорошие удары. Он больше в обороне хорошо играет. Но сейчас пробил от души. Душевную душу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это все, это все, это все. Нет, Акинфеев. В игре Акинфеев красавчик. Что-то потный, потный соперник. Очень потный. Ну и это и понятно. Это и понятно. Почему? Вот это неплохо. Неплохо может получиться. Прострел. Три раза нажал на навес. Это прострел как бы. Никогда его не делал. Потому что не умел. Сейчас попытался сделать это. Но уже не удалось. Уже сразу же. Ну первый раз. Первый раз попытался это сделать. Хотя давно об этом знал. Что можно так сделать. Но что-то никогда этим не пользовался. Надо было как-нибудь по-другому действовать. Так. Если я сейчас пробью поворотом, это будет второй удар. Интересно, второго удара я забью гол? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, братан. Опа. Опа. Отлично. Это правда заброс. Ну да ладно. Гол. Это просто секс. Да, конечно, с забросом читерским тоже. Но это секс. Второй удар, второй гол. А, нет, нет, нет. Денисов тогда пробивал. Значит, третий удар. Но какая разница. Все равно. Все равно. У него опять бомбит. У него опять бомбит. Главное сейчас все. Удержать счет с таким соперником. И выиграть его, это очень для меня престижно. Так, еще тут нарушение. Отлично. Время потянем. Это очень-очень-очень хорошо. Второй матч прям меня совсем радует. Ну потому что, опять же, играю русским составом. Гандикап там, все дела, опять же, говорю. Тут несколько уже ударов. Лангшоты пошли. Еще лангшот. Денисов, ты удивительно сегодня бьешь. Ну столько лангшотов. По-моему, три раза уже лангшотил. Ладно. Пока выигрываем. Может, еще с углового забью, а? Камбаров. Камбаров, гол! Камбаров. Это же вообще тот чувак, который меня никогда не забивал. Левый мой защитник. Посмотрите, как пробил. Прикиньте сейчас, как у чувака просто все у него там, весь мир просто разрушил. У него столько мало побед. А тут какое-то чертило, блин, русским составом. Ну, не русским, а из российской лиги. Просто 3-1 его сделал. Это ж... Ни хрена себе. Вот это я сейчас выдал жару. Второй матч просто... Небо и земля по сравнению с первым. Ну, Гандикап. Гандикап. Сто пудово он. Ну, что ж, мне осталось 3 матча. Наверное, еще 2 матча сыграю, чтобы хотя бы в лиге остаться. Наверное, так оно сейчас и сделаю. Но перед этим, наверное, сейчас перекурчик сделаю. А то меня что-то как-то прям обрадовала эта игра. Да, это... Запоминайте состав, еще раз говорю. Это просто состав... Состав... От бога, я не знаю. Просто забивают даже те, которые забивать вообще не должны. Ладно, все. Пойду, сейчас перекур сделаю. Сейчас вернусь через секунду. Ну, что ж. Пока неплохо, пока неплохо. Руки еще помнят, как надо играть. И это хорошо. И это хорошо. Как Соз Давыдов говорит, да? Ну, что ж. Ой, что-то меня понесло вообще. Так, ладно. Продолжаем. Продолжаем. Надеюсь, нам попадется еще какой-нибудь интересный соперник. Вот этот соперник был, на самом деле, очень хорош. Без навесов. Как нормальный мужик. Просто хорошо сыграл. Ну, ладно. Давай. Серая форма. Я вообще впервые такое вижу. Автобус. Автобус. Ой, ё-моё. Родригес. Ёп, твою ж мать. И опять... А, не. Ну, на этот раз побед не так много. Как-то... Ну, и поражение... Ну, все равно игрок опытный. Чех опять на воротах. Ну, мы знаем, как Чех стоит у нас. Серхио Бускетс. Бускетс. Хави Мартинец. Короче, такая сбора. Вот это и есть. Как это? Как я это называл-то? Ну, когда, видите, красные линии... Я сейчас уже совсем мозги уже... Как это называется-то? Ну, я говорил, типа, вот мой русский состав. Что-то все, у меня мозги вообще летят уже. Ну, вы поняли, да? То есть, вот это настоящее... Ай, забудьте, короче. Ну, не такой, как у меня, да? Как у Манчестера. Ай, все. Короче. Похер. Я что-то у меня совсем... Совсем уже мозги не плавят. Главное сейчас не проиграть. Сейчас, может, походу вспомню, как это называется. Хотя в комментариях там, наверное, уже сейчас уже... Все уже написали мне. Сборная, типа, вот эта солянка. Ой. Что-то... Как-то очень все хреново. Все очень хреново по первым минутам. Ну, да ладно. Так, главное, чтобы мне с головы тут не забили. С голового. Это очень печально. Так, попробую Акинфеем вынести и создать голевой момент. В принципе, как я уже говорил, такое у меня часто бывало. Что я делаю? Так, пожар, пожар. Просто пожар сейчас. В первых минутах у меня пожар. Ой, что я... Что я... Стоп. Спокойтесь, ребята. Я понимаю, конечно, что состав автобуса просто очень дикий, сложный. Но... Забросик. Ладно, похер. Буду с забросами уже играть. Мне можно сейчас. С забросом, конечно, но... Ну, простите меня. Простите. Потому что никто не стесняется делать. Вот навесы, да. Навесы это зло. Забросы, конечно, тоже читерские, но... Они помогают вывести игрока на позицию. Причем неплохую, один на один. А с такими сильными составами, с такими сильными... Эм... Людьми, с которыми я играю. Кстати, уже третий чувак попался. Серьезный. Столько побед. Ой, столько игр. Это... У меня вне записи такого-то не бывает. А тут... Ну, что, попытаться, может, пробить. Не, надо было пасовать, конечно. Но не хотел я навешивать. А там по-другому никак. Судья, спасибо, помешал. Да, у него игрока Коковани. Очень быстрый. Нападающий. Да, ну и гол, ладно. В принципе, закономерно. У меня гол назревал. Гол у меня назревал. Ну, ладно. Балтика. Балтика у него команда называется. Лол. Балтика-7. Так, здесь игра лагнула. И Муса не смог нормально дать пас. Ой-ой-ой. Только не Коковани этот гребаный. Стоп, 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 стоп. Дуглас там. Не пожарь. Там же Дуглас у меня вроде. Черненький. Сразу же узнаю. Ну, я даже не смотрю, я уже не читаю уже, кто у меня, какие игроки. Я уже и так, в принципе, уже знаю, кто какой. Ну, набегать кто-нибудь будет? Опять придется заброс, что ли, делать? Не хочу я. Не хочу я заброс. Интересно заброс. Это не то, что я люблю играть, как. Да, ну все. Ну, тут пошло-поехало. Тут надо нарушать. Нет, нарушать даже не... Ё-моё, Акинфеев, спасибо тебе, что живой. Иначе я сейчас... Я сейчас отлетел. Так, окей. Так, все. Вообще полностью игра расклеилась. Какая-то вообще жопа в обороне у меня происходит. Ну, как, не в обороне, а с моими руками происходит. Так-то оборона и так справляется неплохо. Да, этот матч посерьезнее даже, чем тот чувак. Намного серьезнее. Да. И по моментам у нас, ну... У меня даже небольшое преимущество в плане владения. У меня еще и из грифинов этот чувачок. Что я делаю? Все. Я уже совсем пьяный, видимо. Меня понесло уже. Бывает. Ну, что вы делаете-то, господи? Все уже. Отнимите вы мяч, пожалуйста. Ай, хотел вниз дать пас. Такой в разрез. О, я, кстати, не нажимал на выбить. Но, опять же, защита... Защита сама за меня уже играет. Потому что я сейчас вообще никак не играю. Но гол должен уже быть, как давно уже в мои ворота. Потому что все пока очень плохо. По моментам, по ударам, по всему. Меня тут просто прессуют, как... Я не знаю. Как я еще держусь-то? Как еще мои игроки держатся-то? Я понять не могу. Ай-яй-яй. На Вели-то, на принципе, неплохая была передача. Да, я полностью сейчас в обороне сижу. Нет, тут ты не пройдешь. Я уже понял, что ты захотел, видимо, навесить. Либо попытаться навесить. Либо еще что-то. Но что-то из этого. Что-то из этого. Вот этот мусак, кстати, неплохо. Неплохо выходит. Он должен быть быстрым. Быстрее всех. Да ладно? Да... Да ладно? Да ладно? Это самая странная херня, которая у меня когда-либо была. У меня такой даже вне записи не было. Это потому, что я записываю, да? Ну, вы видели? Это просто лол момент. Я уже... Все, я дар речи теряю. О, если я из-за этого еще проиграю, из-за того, что ты не забил... Не, я проиграю из-за этого. Но это, конечно, просто, мать его, сука, жесть. Пасту... Я так... Да, я думал, что ты поснешь, но только ты как-то странно поснул. Я там даже пытался специально прикрыть игрока. Который в штрафную входил. Потому, что это верный был. Ёб твою мать, я отлетаю. Ну и чувак отлетел с тем моментом, так что все нормально. Да что я делаю-то вообще? Надо собраться. Это вообще какой-то ужас. Это игра... Играю как позорник какой-то. Зашквабник. Не, ну он просто меня делает как хочет. Не, ну это... Это назревало. Вот из-за этого, да, я и проиграю из-за того, что тот гол не забил. Вполне логично. Вполне логично. Гол давно уже назревал. Этот чувак намного серьезнее предыдущего. Но... Там на линии. Это ж вообще капец. На линии. На линии выбил. Там уже 20 раз уже бил поворотом. И на линии вытащить. Ну это ж вообще... Это просто смех, да и только. Воу. Джурадо. Хурадо. Хурадо. Опять забываю. Ну и он даже не реализовал момент стопроцентный, можно так сказать. Не, я этот матч проигрываю. Балтика меня 7 сделала. Пиво меня делает. И в реальной жизни делает. И да, и тут. Из-за того, что, сука, не забил тот гол. И хурадо не... Нет, я не хотел бомбить. Так, ну мне надо один матч хотя бы выиграть, чтобы остаться в дивизионе. Так, мне еще там за повышение уровень дали. Это все херня вообще. Что ж, два матча. Два матча осталось. И я, походу, в четвертый дивизион вылетаю. Пацаны! Что сыграть, может... Нет, сыграю еще ими. Еще раз. Если не повезет, то попытаюсь последним добить. Манчестерским составом. Да, ну это, конечно, лол был. Вот этот момент, когда там... 50 раз бил и на линии. Ох, нихрена себе, Манчестер. Нет, только не черный, не выбирай. Нет, нет. Вы поменяй, поменяй, поменяй на красную. Поменяй, чувак. Поменяй вот на это. Да, вот, все. Вот так вот можно жестами объяснить чуваку. Ну да, состав Манчестера. Сатистика отличная. Нани, Йонг, Хван Перси, Руни. Ну, в принципе, как у меня. Мата, Трауре. Ну вот у него как раз вот... Да, господи, как же это называется, составка... А, нет, у него все равно не такой состав. Потому что... У него английская лига. То есть это не этот... Да, господи, как же это называется, это слово. Че у меня из головы-то вылетело, когда сборная такая солянка. Твою ж ты мать, я уже в начале серии говорил. Засиспарта у него команда называется. Замечательно. Уж действительно Засиспарта. Чувак, позволь мне, пожалуйста, сохранить свою жопу в третьем дивизионе. Я не хочу опять в четвертый вылетать. Мне там делать нечего. Я там спокойно всех выигрываю. Вот в третьем мне пока не дается. Как не давалось мне четвертый тогда дивизион. Или какой мне не давался. Одно время. Может вы уже помните. Велетон. Лангшот. Хуйншот. Хреновый лангшот. Но там ему неудобно было это делать. Ну что ж, первый удар хотя бы по воротам и нанесли. Какой-никакой, но удар. О, да. Вот эти профессионалы, которые могут так... Вратарем навешать, я так не умею. Я, если выбиваю, так выбиваю конкретно. Ван Перси. Что-то у него как-то он даже намного быстрее бегает, чем мой. Мне так кажется. Вот здесь, в принципе, да, да, да. Я видел, видел этот проход. Ну, естественно, не забивает. Само собой. Надо было перевешивать. Что-то я все время забыл уже про парашютик. Давненько я его не юзал. Все пытаюсь что-то как-то сотворить такое красивое. А в итоге парашютик это самое прикольное и красивое, что есть вообще. Не, у него Ван Перси реально быстрее бегает, чем мой. И бьет он даже намного мощнее, чем мой. Навес? Будет навес? Будет навес. Ну, тут чувака простить можно. Потому что никакого другого варианта не было. Моя защита просто как бешеная играют. У него там другого варианта не было. Поэтому ему пришлось, конечно, навесить. Ладно, хер с ним. Простим ему минутную слабость. А вот здесь, кстати, очень мог быть гол. По-моему, Йонг там или... Да, по-моему, Йонг, что ли, пробивал. Так, я жду пока все мои нападающие выйдут на центр поля. Да, и вот здесь можно уже попытаться сделать опасный момент. Нет. Вау. Вау. Что это было сейчас? Так, не оставляем, не оставляем игрока, не оставляем. Там оставили игрока. Ну, там, в принципе, уже похеру. Потому что он по другому флангу пошел. Руни. Мать твою за ногу, Руни. Вот это сейчас я вообще не понимаю, что сейчас в защите у меня творилось. Это творилось полная жесть. Они, главное, выбили этот мяч, но... Твою! Ух! Отлетел снова. Пять перекладины. Ну, на этот раз они в мою пользу. Давай, давай, давай. Уже посрать как? Лишь бы остаться в дивизионе. Нет, здесь... Здесь, в принципе... Да что такое-то? Оффсайд. Да. Я уже потом увидел, когда поснул. Подшива. Ну, хотя бы ничья. Но ничья мне не устраивает. Мне нужна победа. Только... Бер... Только победа! Тыш, 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 тыш. Я вообще с ума уже все схожу. Простите меня за такое состояние души. Ладно. Собрались. Собрались и не разобрались. Как обычно у меня это бывает. Нет, здесь слишком уж... Слишком уж откровенно. Я делал пас. Прямо видно было, что именно следующий пас будет таким. Поэтому легко прочиталась эта комбинация. Главное мне читать комбинацию моего соперника. Потому что, ну, проигрывать совсем не охота. Естественно. А кому охота-то проигрывать? Не, и здесь муса немножечко затормозил. Ой. Да. Все очень плохо. Здесь вообще свободная зона. Мата там может спокойно меня заматерить. Здесь вообще что-то... Хер пойми, что происходит. Я еще нарушил правила, да. Я думал, судья оставит. Ну, то есть, забудет. Но он не забыл. И, кстати, здесь очень-очень-очень опасные чуваки попадаются. Такие опытные, которые бьют охрененные штрафные удары. Что ж, ЗС Спарта, Монтана, 0-0. Здесь, конечно, надо было решать, но... Ну, да. По моментам я опять полностью... Не уровень пока у меня игры в третьем дивизионе, к сожалению. В четвертом, да. В четвертом вообще изич. Третий... Нет. Третий тут попадаются вообще просто какие-то адовые задроты. Ой-ой-ой, все, гол. Как Ван Перси сейчас левый не забил. Ведь левая это его сильная нога. Я сейчас понять просто не могу. Но тут должен быть гол был. Быть, по идее. По всем законам жанра. Вообще не хотел сюда пасовать. Но что... Что происходит? Успокойтесь. Балет какой-то. Так, игра, не лагай, пожалуйста. Да... Господи, Велитон, шо ж ты такой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гол. Гол, 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 гол. Это гол, это гол. Нет. Так, может применить мою старую технику? То, что я проиграю, говорить. И я тогда выиграю. Но это мне самому надо поверить, что я проиграю. Так, все, окей. Настраиваем себя, что я проиграю. То есть я сейчас пропущу гол. Все. Блин, я проиграю, ребят. Я проиграю сейчас. Ужас какой. Какой кошмар. Я реально проигрываю. Что мне делать? Как мне быть? Оставляй! Я мало того, что проигрываю, так ты еще меня так сбиваешь. Совсем, что ли, охренел? Коста. Ёб твою мать! Неплохой удар. Штрафные у меня никогда особо не получались. Но сейчас что-то как-то прям... Все, я проиграю. Надо сбивать. Игра, дай мне гол. Я проиграю. Игра, сжалься надо мной. Слышь, я говорю даже это в микрофон. Я проигрываю. Игра, сжалься. Сжалься, игра. Я, мать его, 1-0 лечу. Сука. Что ты делаешь, игра? Я ж проигрываю. Мать твою. Мать твою, сука. Я проигрываю уже, мать твою. Ну тут вот... Что ты делаешь? Что ты мне не дала мне шанс? Я проигрываю, сука. Ай, проигрываю, ё. Просто лечу, лечу, лечу. Лечу! О, ёп твою мать, ну игра. Ну дай мне шанс. Дай мне шанс. Зачем ты так жестоко ко мне? Не видишь, что ли, какой счет? 1-0 не в мою пользу. Ты охренелась, что ли, совсем? За что ты меня так со мной... За что ты меня так не любишь, а? Дай мне шанс. Вот. Ну хотя бы спасибо за это, но все равно дай мне забить. Я ничего от тебя не требую. Мне всего лишь надо один гол забить, чтобы ничья хотя бы была, но... Давай. Давай. Так, он делал забросы, ну и я тогда буду делать забросы. Хотя я говорю это все равно. Так, все, окей. Надо решать. Да что ты будешь делать-то? Да я не хотел бить, но там от защитника, кстати, ушло. И может быть угловой даст мне игра, шанс. Нет, сосай. Отлетела, видимо, от моего, либо хрен его знает вообще, что. Да, вот это, конечно, профессионально вот так вот вратарем делать. Игра! Я проигрываю! Игра! Так, развернуться. 90-ая минута. Давай. На 90-ой минуте я проигрываю. Пожалуйста. Нет! Нет, нет, нет! Вот! Кому? Да ладно, я еще что ли нарушил правила? Ты что, смеешь? Ты должна быть шутишь, мать твою. Ну, спасибо тебе, Игра. Нет, не продействовала. Ну, хотя моменты, как мы видели, мы создавали, да? То есть, как только я начал так говорить, сразу моменты пошли, а то до этого у меня вообще ничего не было. Ну, тут все уже ясно. Тут уже... 0-0. В итоге одна ничья, одно поражение, одна победа. Неплохо пока идем, ага. Очень неплохо, блин. Да. Ни одного удара в створ у меня. Ну, вообще классно. У меня остался один матч, и мне надо обязательно выигрывать. Иначе я вылетаю в четвертый. Сэти, а сколько мне места на жестком диске? Надо проверить. Да, проверить невозможно. Потому что... Соворачивается игра плохо, ладно? Чтобы попробовать МЮ, что ли, под конец, да? В итоге получается, что сыграю два матча... А, нет, не два матча. Сколько я уже сыграл? Это, по-моему, уже четвертый матч был. Какой? Хрен его знает. Ладно. Поставлю-ка я, попробую. Все или ничего, как говорится. Состав МЮ, который намного хуже, чем этот. Как бы это ни странно, но у меня просто... Футболисты устали. Ладно, сейчас я поставлю и включу, чтобы место поэкономить. Так, все или ничего. Да. Надеюсь, вы на этот раз меня спасете. От вас, ребята, зависит сейчас будущее мое дальше в третьем дивизионе. Останусь ли я в нем или нет. Хотя, скорее всего, нет. Надо опять себя настраивать, что я проигрываю. Да я реально проигрываю. Какой шанс, что я забью. Кстати, форма Ромы. Ни херна себе. Рома-то тоже один из моих любимых клубов. Потому что за него друг болел. Ну, состав совершенно не Рома. Причем еще Автобус, так еще и Информ игроки. Еще Родригес, Лавети, Лукас, Кабай. Господи. Теак Силва. Класс. Дэвид Луис. Вообще замечательно. И победа у него. Видите, мне все игроки сегодня попались сильными. Довольно-таки сильные. Которые сыграли уже очень-очень много матчей. Сегодня как-то на записи мне повезло с такими игроками. Но удивительно, что навеса дрочеров. Сегодня не попалось практически. Ни одного навеса дрочера я не увидел. Но практически. Что тоже очень удивительно. Так, ладно. Надо собраться. Да. Замечательно. Собрался. Пропускаю контратаку опасную. С забросом. Понятно. Чувак играет с забросами. Так. Ну иначе-то я тогда буду играть с забросами. Как бы. Че. Невелика беда. Ой. Слава богу. Вообще не туда хотел дать пас. Но какая разница. Потому что все равно мяч у меня. Делаем забросик. Ну тут у него си-си-си-си-ри какой-то там хренов узнает, кто у него на воротах. Я не смог сейчас прочитать. Да и посрать вообще. Не важно, кто у него на воротах стоит. Главное, что не Чех. Хотя Чех. Последние матчи, как вы заметили, там не особо так Чех. Ой-ой-ой. Навеса дрочер, походу, да? Потому что сейчас откровенный был навес. То есть навес, заброса дрочер. Все, как говорится, по фэншую. И плюс у него еще автобус, да? Что ж, забросы, забросы. Братан, забросы. Только забросами с тобой буду играть сегодня. Ибо ты сам такой. Не я такой, жизнь такая, да? Ой-ой-ой. Вот здесь надо выходить. Да и тем более, все-таки положение вне игры. Мне надо обязательно сейчас выигрывать. Потому что ничья меня не спасет. Это я так словом. Ничья меня не спасет. Вообще никак. Ну что, кто-нибудь откроется вообще? И это куда вообще пас был? Я даже... Я просто пас нажал. Я даже не сделал сквозную передачу. Наперед, да, как говорится. Это просто отвратительная передача была от самого игрока. Причем я даже вообще туда не нажимал. Бывает же такое. Жизнь огорчения. Судья, не мешайся. Заброс. Заброс на ван Персии. Надо подстроить под левую ногу. Ну ладно, под правую. Да. Лучше бы под левую. Ну, момент мы создали. Окей. Уже неплохо. Ага. Ну я так и думал, в принципе. Я рассчитывал на то, что туда паснешь. Но не думал до последнего, что ты решишься на это. Вообще опять не туда хотел паснуть. Что-то сегодня как-то... Все очень плохо. С передачами. Да, ведь когда-то я собирал этот состав с надеждой, что это именно основа. Но это ни хрена не основа. Это реально резерв. И особенно как играет Дехея, так это вообще меня радует. Я вылетаю. Я вылетаю. Ну и ладно. Ну да, 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 да. Молодец, молодец. Радуси, радуси. Радуси, что я не трезв. Что я давно не играл, да. Я радусь, что я сейчас отмазан на ходу придумал. Ага. Да, ем, мое. Ну что за херня? Что за балет? Господи. Не, состав Манчестер это... Это не то. И первый тайм... Да, судья, ты такой гандон, а? Ты не видел что ли, что у меня сейчас атака могла быть? Да, я даже на статистику смотреть не хочу. По одному взгляду, по секунде, что я там увидел, у меня уже плохо стало. У меня уже стало плохо. Чичи там все носится, пытается мяч отнять. Чувак откровенно уже время тянет. Ну давай, давай, ну выведи меня на позицию, играй. Я проигрываю. Теперь я действительно, блин, мать его, сука, проигрываю. Не пора ли мне создать немножечко моментов около ворот моего соперника, а? Потому что у меня тут решается судьба, сука, ебаного третьего дивизиона. Ну тут сейчас пас будет. Да. Но не такой. Я не настолько хреново рассчитывал, что будет все так хреново. Да что ты, даже мяч-то принять не мог? Нет, все это, все это. Game over. Это, мать его, game over. Неплохо Эвра тут, да, по-моему, Эвра постарался. Чичи, мать твою за ногу. Ой. Вне игры. Да. Это я видел, я специально даже защитника увел, чтобы прям откровенно вне игры было. И он клюнул на него. Это замечательно. Навес. 64-я минута. Мне надо, во-первых, забить, во-вторых, еще забить. Замечательно, да. С такой-то игрой, которая сейчас у меня тут происходит, это сделать нереально. Потому что я даже удар по воротам-то не нанес. Ну, кстати, здесь может получиться. Давайте. Нет, ну я даже хотел уже навесить, чтобы спасти ситуацию. Даже это не получилось. Ну, может, хотя бы с углового забьем. Да. Не, все. Я расклеился полностью. Ничего у нас не выйдет. Это я вам 100% говорю. Даже уже без шуток, типа то, что специально сказать игре. Чтоб она нас пощадила. Она нас не хочет сегодня щадить. Видел эту передачу. Да, да вообще ничего. Смотрите, просто мы сидим в обороне. Мы сидим, мать его, в обороне. Мы ничего не можем сделать. Там еще и с нарушением я мяч отнял. Мы просто сидим в обороне. И ждем, пока нам забьют еще один гол. Выбивай его сюда. Ну, набегать ты сегодня будешь? Это кто-нибудь из вас сегодня будет набегать? Чего из вас никто не набегает? Я вообще не могу, не знаю, кому паста давать. Ну, что это такое? Руни может попытаться с левой, с левой. Руни. Это вообще смешно. Не. Ладно. Ну, ладно, что. Ну, по делу, по делу вылетаю. Не уровень у меня третьего пока дивизиона. Те, кто ждал, писал в комментариях, что в третьем дивизионе мне надерут задницу. Надеюсь, вы будете рады. Потому что мне реально надирают задницу. Мою наглую жир... Не, не жирную. Ну, задницу. Все, да. На этом мы заканчиваем с вами. Вылетел. И хрен бы с ним. Как бы... Да, окей, окей, я понял, да. Спасибо, спасибо, да. Вылетел по своей, опять же, тупости. Ну, что ж, надеюсь, вам серия понравилась. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте комментарии. Лайчики тоже, если не трудно. Возрадуйтесь, что я вылетел в четвертый дивизион снова. Надеюсь, это вам понравилось. Всем пока. Увидимся через несколько дней. После того, как я с дачи вернусь. Где-то в пятницу. Хотя в пятницу я поздно вернусь. Значит, где-то в субботу, может, ролик сниму. Если не заленюсь. Все, всем пока.